По последним данным, в результате аварии Невского экспресса погибли 25 человек. Более 87 пострадали. Местонахождение 41 неизвестно. Только что мы получили новые кадры с места катастрофы. В Санкт-Петербург доставлено тяжело пострадавшее. Поезд номер 166 следовал из Москвы и Санкт-Петербурга. В нем находились 661 пассажир и 20 членов поездной бригады. Авария произошла поздно вечером на перегоне Алешенко-Угловка в 200 километрах от северной столицы, недалеко от города Балагое в лесном массиве. На перроне, оцепленном сотрудникам милиции, поезда встречали машины скорой помощи. Пассажирам и их родственникам также оказывалась и психологическая помощь. Также пришла информация о том, что в больнице Новгородской Тверской области поступили более 70 человек. Самолет МЧС Ил-76, как стало известно, приземлился на аэродром Хотилова. В Новгородской области он был отправлен из Москвы. На его борту врачи Центра Спаса и медицинский модуль для тяжелораненых. Для эвакуации пострадавших из Москвы также будут направлены еще три вертолета. Два БК-117 и Ми-8. Такое решение было принято в Национальном центре управления кризисной ситуацией МЧС России. Ну и как сообщают в РЖД, более 50 поездов задерживаются в пути на линии Москва-Санкт-Петербург из-за аварии Невского экспресса. Опоздание составит примерно 8 часов. Это составы следующие из Москвы и ряда крупных городов России в Санкт-Петербург. Таллинн, Петрозаводск, Псков, Мурманск, Великий Новгород, Хельсинки. В РЖД также уточнили, что в пути пассажиров задерживающихся поездов обеспечат питанием и водой. Ну и уточнить время отправления и прибытия поездов можно в справочных службах вокзалов. И несколько минут назад колонна из 10 машин скорой помощи Центра экстренной медицинской помощи в сопровождении автомобилей ГИБДД выехала из Москвы в Балагое. Это сообщил на оперативном селекторном совещании ЦУКС МЧС России первый заместитель начальника главного управления МЧС в Москве Виктор Климкин. Специалисты Центра будут оказывать помощь пострадавшим, доставленным в местные больницы. Наши корреспонденты сейчас находятся там и работают на месте событий. Через несколько минут они выйдут на прямую связь со студией. И мы сможем узнать самые последние новости о том, как идет поисковая операция и оказывается помощь пострадавшим. О случившемся был сразу же проинформирован президент России Дмитрий Медведев. Он дал поручение руководителю МЧС Сергею Шойгу предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Кроме того, глава государства дал поручение директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Юрию Чайке провести все необходимые следственные действия и обеспечить расследование произошедшего. Продолжение следует...